Золотой дворец Как это вообще, каково это находиться в родном практически Golden Palace на день рождения Алексея Митрофанова? Я не знаю, для кого он родной. Для Митрофанова, я думаю, действительно он родной. Как он здесь находится, он приятно, хорошо. Митрофанов, наконец, стал взрослым. Стал взрослым. Это, да, большое событие. А в 49 он ребенком был, да, получается? В общем, да. Все годы, что я его знаю, я его знаю где-то с 93-го года. Он был, скорее, большим ребенком. Но, наконец, он достиг зрелого возраста. Вот тут что депутаты желают? Чтобы ему всегда было что сказать на утренней разминке в Государственной Думе. Митрофанов редко выпускают случаи, чтобы не заявить о себе громко, когда обсуждается повестка дня, либо вообще, когда можно просто что-то сказать. Чтобы ему всегда было что сказать. Каково это вообще стоять в очереди? Вот так вот, там же, тут же очередь скопилась, видели, вот недавно. Вот у нас пока нет очереди, все нормально. Мы просто его ждем. А что он? Ну, такому человеку, как Алексею Валентиновичу, не грех подождать, поздравить. Тем более 50 лет, такая дата, она переключает. С юношества на молодость. Вообще, что вы скажете об Алексею Валентиновиче? Ну, я знаю его уже больше 7 лет, вы знаете. Пока не разочаровался, значит прекрасно. Он человек слова, человек бизнеса, он человек культуры. Коррекционная книга. История Российского государства с начала, с истоков. И вот история всех орденов, наград, какие еще учреждались при всех правителях. Сзади меня стоят люди из украинского посольства. Мы сейчас узнаем, как им здесь. Здравствуйте, по-русски говорите, да? Из Украины. Украина? Да. Это, конечно же, вкусный стол, потому что я знаю, что Алексей сам не дурак поесть. А вот, спасибо ему за это угощение, очень вкусно. 35 лет, наверное, может 35-10 отметить, думаю. На втором этаже, да, вон там. Да, смотри, тут, допустим, дискотека для всех, ну, кто, а там, ну, випы, то есть браслетики, можно так. Ну, надо поговорить по цене, посмотрим там. Ну, поговори там по бартеру, что-то же можно. Конечно. Да, конечно. Вот есть такая должность, вот принеси-подай, вот мы видим вот девочек, которые работают на этой должности, они приносят, нет, они относят, относят подарки Митрофанова куда-то. Да вон камера. Я сказал, смотрим, а не машем. Каково это быть девочками, которые вот принеси, ну, не принеси-подай, грубо говоря, но которые относят подарки, вы же подарки относите Митрофанова, да? Мы не только относим подарки Митрофанова, мы... Эти подарки будут наши. Ну, не обязательно, но мы наполняем красотой этот зал, поэтому мы очень важная часть на самом деле. Вот каким образом вы наполняете красотой этот зал? Вот, вот, вас же четверо всего лишь, я вижу. Что мы некрасивые, вот именно, что у нас всего четверо из всего зала, мы самые красивые. Так распределились бы по углам зала, что вы тут стоите в центре? А ты почему молчишь? А ты почему молчишь? Я? Я думаю. Ну, думай, думай. Я Лешу знаю больше 20 лет, мы познакомились с ним на Юрмале в 88-м году в политике, это, извините, и остаться вот таким человеком, какой он есть, именно человеком. Я считаю, что моя мечта сбылась, и мои пожелания, и мои предсказания, они тоже были услышаны там. Это кто? А ты где? Цветы в виде таких шишек фалосообразных, что можно мужчине пожелать? Духа, духа, силы духа, чтобы духовный фалос всегда был в тренаже. Общательный прекрасный юбилей, посвященный 50-летию Алексея Митрофанова, великого политического деятеля нашей небоятной Родины, нашей России. А самое главное, что мы вошли все вместе, вот с этими прекрасными людьми. Как Савин разговаривался просто. Ну, дело в том, что, понимаешь, там, где мы преподаем, вы учитесь, поэтому, что теперь делать? Показываем мастер-класс. Налейте, налейте скорее вина, рассказывать нет больше мочи. Лешенька, хэппи-безды тебя с этим добавленным очередным 50-летним юбилеем. А девочка какая-то... Не-не-не, подожди, подожди, я, 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 просто, Наташа, тебе не понять, я-то ее держу за сюда, понимаешь? Мне это чувствительно... Не, тогда я скажу, что я держу ее за туда. Лешка, Лешка, потрясающий феномен во многих ипостасях, да, он, во-первых, выпить, выпить может столько, сколько никому не снилось. Я еще не видела людей, которые могли бы столько выпить и при этом оставаться трезвыми, чтобы его печень и органы все работали точно так же, в таком же режиме, без сбоев. Как у Наташи Штурм? Ой, а я вообще не пью. Единственной пиздатой борозды, дыхание ее с лихвой хватает и тает грусть, и хуй мой вновь желает постичь ответ. Какой-то пустоты, забыл. Значит, дубль два. Вот видишь, с Дикого Запада приехали люди тебя поздравить. Что ты чувствуешь в этот замечательный, прекрасный момент, Лешенька? Я ничего не чувствую, потому что человек, лошадь, когда бежит, она ничего не чувствует, да? Она, когда прибежит к финишу, она, может быть, на следующий день что-то почувствует. А сейчас я в положении лошади, которая бежит и еще не может ничего осмыслить. Клево, наконец-то я тебя встретил. Почему? Потому что я-то пришел сюда только из-за тебя. Я знаю, я знаю, я это знаю. Потому что, когда я понял, что ты здесь будешь, я сразу помчался, думаю, ну, наконец-то я... Ты просто увидел списки гостей, мою фамилию, конечно. Конечно, да-да-да, потому что кто-то же должен на высочайшем уровне все это освещать, ты понимаешь? И ты это делаешь очень профессионально и очень грамотно. Не, понятно, что без меня бы, конечно, ты бы не подошел к Жигурде, ты бы не подошел даже к Митрофанову. Я бы вообще не подошел бы сюда. Да, вообще бы. Приятно, что он идет в ногу со временем, он идет рядом с нами, со скромными уже ветеранами свадебного движения, вот, или юбилейных мероприятий, вот, уже 50 лет, как мы этим занимаемся, вот, и приятно, что есть кому передать. Ну, что может пожелать сваха всея Руси? Счастья и любви, потому что это единственное, что можно дать другому, ничего не отнимая у себя. Ну, у него же любовь тоже есть, у него постоянно с новыми моделями, они, не знаю. Ну, а что же молодому, интересному, состоятельному купцу-то не походить-то по рынку-то, не повыбирать-то, и, конечно, в первом ряду-то. Вот почему у девушки диадемка есть, а у вас диадемы нету? Где ваша диадема? Или это и есть ваша? Нет, дело в том, что мы передаем корону каждый год самой лучшей из нас. Вот лично знаете Алексея Митрофанова или так вот непонятно? Как бы общаемся по каким-либо, ну, там, просьбам нашим личным к нему. Там кто-то картошкой сзади измазал, не знаю, мне кажется, это... Это зависть, это зависть. Это Степан Ленчиков, я думаю. Это реальная зависть. Я первый раз надел пиджак за, наверное, года два. Сильно? Там оливье больше, чем картошки, ну ладно. Ты понимаешь, я не ем, а людям все равно вот хочется. В сумасшедшем таком шоке, потому что я вижу девочек с лентами, у которых на груди написано Miss The World, Miss International, топ-модель Лас-Вегаса. Ну, как-то не пишется с теми девчонками. Такая лента, и написано, что она лучше. Она действительно должна быть лучше. Она не должна стоять кушать оливье и пить один за вторым бокал шимпанского вина у буфета, потому что здесь бесплатно. Это мое мнение. Этого человека в лицо грех не знать. Это, конечно же, это Алексин. Слушай, вот сегодня ты будешь петь свой знаменитый хит «Ехали педики на велосипедике»? Наверное, нет, педиков очень много в зале. Поэтому не будешь, да? Юля, я не могу не спросить про «Евровидение», про… Это касающиеся вопроса, интересующие сейчас многих людей, да, конечно. Про бабушек просто это… Я без слов. Ваше мнение? Мое мнение такое. Ты знаешь, мы пришли на этот конкурс не для того, чтобы подать заявки и занять какое-то место. Мы пришли на это мероприятие, чтобы презентовать наш дуэт, собственно, нашу музыкальную композицию. Почему это место? Потому что это правильная площадка с точки зрения того, что Дима был победителем, я была победителем, мы с Леной были победителем в 2003 году. Это уже официально подтвержденная информация. По-моему, это было прекрасное мероприятие для того, чтобы мы были, мы пришли, мы поучаствовали. Что касается бабушек, ну, они очень милые, у меня у самой есть бабушка, которая любит петь, и почему нет? Это альтернатива, пусть они едут, мы будем держать за них крестики, почему нет? Я не думаю, что кто-то стебанулся, они заняли, хотя, в принципе, по голосованию мы с Димой заняли первое место. По официальным голосованиям СМС и по телефонным голосованиям. Но бабушки, значит, бабушки, мы очень рады, потому что я говорю, что мы не шли для того, чтобы занимать первое место, и все эти разговоры там, что Яна покупает какие-то, дает миллионы, покупает там, чтобы мы с Димой поехали. Слушайте, нам это уже не нужно, мы с Димой находимся в таком статусе, вот это вот, опять же, сравнение, что там, это надо больше Диме, это надо больше Юле. Вот это вот эти разговоры, мы встретились, нам кайфово, мы делаем совместную работу, мы нашли точки соприкосновения. Нам интересно, я думаю, что это не последняя композиция, которую мы с Димой сделаем. Нам просто интересно и круто работать друг с другом, поэтому вот эти все разговоры, мне кажется, ребята, забудьте это, пожалуйста. Очень люблю и во всем всегда буду с тобой. Пис. Секрет вашей молодости, вы вечно молодой, Иосиф. Надо любить жизнь. Вот юбиляр вот смотрит на красивых женщин, влюбляется, и поэтому он всегда будет молод. Песня. 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 Поздравляем! 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 Напомню, это Golden Palace. Именно здесь, на этой концерной площадке, выступали все звезды российского шоу-бизнеса. Ну а с вами был Романа Секрет, с дня рождения Алексея Митрофанова на gang.ru.